Продолжение следует... ...это выбрать шикарнейший домик, который мы с тобой отремонтируем и оставим себе, чтобы жить в нем и наслаждаться. Итак, значит, есть у нас заброшенный домик. Мы можем посмотреть на его фоточки, что внутри. В принципе, это не так страшно по сравнению с тем сгоревшим домом, который мы в прошлый раз восстанавливали. Дом с незваными гостями. Ну, тут, в принципе, очевидно, что тут водятся таракашки. Да, вон они, куча тараканов. Неинтересно. Дом после наводнения. Ух ты! Вот это мне нравится. Смотри, какие стены. Они просто все покрылись грязью и плесенью. Жутковатое зрелище. Вот этот вот домик. 78 квадратных метров. В принципе, можно взять. Но прежде давай посмотрим другие дома. Дом с гаражом. Автомобиля у меня, к сожалению, нет. Но, походу, я дом куплю вместе с машиной. Глядя на фото. Ну, что могу тебе сказать? 105 квадратных метров. Это довольно много для одного человека. Но что-то как-то нет. Дом, который что-то скрывает. Звучит очень многообещающе. Но не думаю, что мы там найдем, допустим, какой-нибудь клад или еще что-нибудь. Можно купить простой маленький гаражик с бункером. Вот такой вот гаражик. Внутри которого стоит машина. Опять-таки же. И есть возможность спуститься в свой бункер. Ну, бункер это неинтересно. Мы в прошлый раз ремонтировали уже бункер. Видели, каких они размеров. И, в принципе, это скучно. Ну, а дальше идут дома с очень огроменным ценником. Подсеем, под 8-9 миллионов. Вот этот дом, конечно, дом Самарты Мейерс. Двухэтажный домик. Классный такой дом. Молодой пары тоже ничего такой. О, в зимнем саду, смотри какой. Сам дом. Ну-ка, давай посмотрим, что там. Короче, огроменный дом для огроменной семьи. Нафиг не издался, я там заблужусь в комнатах. В общем, все. Я определился с домом. Покупаем дом, который пострадал от наводнения. Дом после наводнения. За 3 миллиона. Покупаем. Добро пожаловать в наш дом. Ну, как в наш. Сейчас мы его подделаем, и будет уже наш. Делаем мы его для себя. Не на продажу. В нем мы останемся жить. На улице тут, смотри, стоит всякий хлам. Стол старинный, шкаф старинный, тумбочки. Это все можно выкинуть. А, нет, смотри, выкинуть не можем. Мы это можем дело куда-нибудь переставить. А что, если я возьму метелку и попробую это все дело отмыть? Нет, это, это не поможет. Слишком уж ушатанная эта тумбочка. Тогда мы ее попробуем продать. За 2000 рублей. Неплохо. А столик? Столик за 4. А шкафчик за 1000. Давай бежим в наш домик вокруг. Посмотреть, нет ли здесь чего еще. Валяющие вы все на нашем газончике. Ты, кстати, заметь, какой у нас классный газон. Вокруг дома вроде бы все чисто. Что ж, поляночка наша вроде бы чистая. Нигде мусора больше нет. Берем, значит, нашу метелочку, швабрычку. И пытаемся отодравить вот это. Не, тебе нужен гипс, чтобы загипсовать дыру в стене. А, подожди. Так это дыры. Это не грязь, это дыры. Ну, как-то не похоже совсем это на дыры. Больше на плесень. Ну, ладно, значит, покупаем гипс. Идем в магазин строительный. И покупаем гипс. Гипс, кстати, дорогой. Два косаря стоит. Купим несколько баночек. Достаем наш патель. Вот так. Намазываем гипсуху. Ну, что ж, давай попробуем загипсовать все это дело. Воу! Воу-воу-воу! Я, кстати, до этого момента ни разу еще ничего не гипсовал. Но все равно, смотри, видно, что, ну, грязновато, грязновато. Может быть, мы потом попробуем это все дело помыть. Сейчас давай возьмем швабрычку и попробуем помыть. Нет, это не помогает. Походу, придется нам все равно перекрашивать весь дом. Вот черт. Ну вот, все стенки мы загипсовали. Дом уже выглядит, по крайней мере, с внешней стороны не так уж и страшно. И потратил я всего одну баночку гипса. Так что зря я купил две. Надо их продать. Что ж, пришло время покрасить наш домик, чтобы убрать окончательные ремонтные работы. Интересно, могу я дом не покрасить, а, например, наклеить на него панели? Например, вот такие вот. Может, я хочу дом из дерева? Дай попробуем. Прикинь, могу! Только вот почему-то гипс не закрывается. Как это я кладу доски под гипс? Если надо класть на гипс? Что за беспредел? Я не понял вообще. Как это вообще? Капец. Все-таки придется вначале покрасить, а потом уже доски идти наложить. О, сколько геморроя. Так, значит, купили краску с тобой. Попробуем сейчас все это дело закрасить. Посмотрим, получится у нас или нет. Да ты посмотри, нифига не получается. Все равно гипс виден. Что ж за дела-то такие? Может, мне это все дело теперь надо помыть? Я не знаю. Давай попробуем. Не, нифига. Нифига не получается. Вот это дребедень. Ладно. Вернем изначальный вид тогда. Купил такие же панели, которые сейчас стоят на доме. Установим их. Вот так вот. Вот. Пусть тогда выглядит вот так. Хотя все равно эта панель немножко отличается от оригинала. Ну блин. Ладно, короче, все. Расстройство на неделю. Ну что же за дела-то такие? Пофиг. Короче, все это дело продаем. Идем внутрь. Потом обмозгую. Может, как-нибудь я смогу этот гипс долбанный спрятать. Заходим внутрь. У-у-у. Неужели здесь все тоже гипсом придется заделывать? Тебе нужен гипс. Блинский. Это долбанный гипс. Ну и что мне с ним потом делать? Я же стенки нормально не покрасить. Ничего не наклеить. Какие-нибудь плитки не смогу. На кой черт я этот дом купил вообще? Ладно уж. Купил да купил. Ну что у нас здесь? А, ну это кухня. Ладно, давай убираться. Че уж. А это у нас походу спальня, да? О-о-о. Что здесь все вверх дном-то? Вот это беспредел. Я только первый раз вообще вижу. Пойдем глянем в нашу ванную комнату. У-у-у. Фу-у. Да, ну в принципе ожидать чего-то хорошего не стоило. Короче, квартирка убрана. И я пришел к выводу, чтобы не гипсовать вот эти стенки, я их лучше снесу все нафиг. Какое шихарнейшее окно у нас получилось между кухней и гостиной. Может быть оставить? Ну вот. Стенок стало меньше, помещение стало больше. И, кстати, да, плесень все равно всю убрать не получилось. Потому что вот эти стенки снести, к сожалению, нельзя. Я бы, конечно же, все это снес. Но, увы, ах. Придется гипсовать. Ну вот, значит, со всей стеночки я пошпаклевал. Теперь дырок нету, плесени тоже нету. Эээээ, правда, я не знаю, как теперь мне их красить. Пойдем-ка выйдем на улицу, посмотрим, что у нас с этими стеночками. Блин. Я думал, она подсохнет и не так видно будет. Аж и штамбы. Как была белешенькая, так и осталась. Пришло время сделать другие комнатки. Например, ванную комнату, спальню и, конечно же, кухню. Стеночки я возвел. Значит, пойдем покажу, чего, как и где. Заходим в квартирку. Здесь у нас по левой руке встречает нас ванная комната. 11 квадратных метров. Вот такая вот. Мы сюда что хочешь натолкаем. Все влезет. Дальше мы идем вот так вот. Заходим в нашу спальню. Здесь у нас будет кроватка. Может быть, PlayStation поставлю. Огромную плазму. Вот тут рубец по вечерам. Ну и, конечно, тебя звать. Вот. Ну а здесь... Как ты думаешь, что это? Это нифига не кладовка. Я решил забацать здесь себе сауну. Будем с тобой ходить в баньку. Короче, тусоваться будем и в баньку ходить. Роскошно жить будем. Здесь у меня будет... Как это? Ну, где кушать, готовить. Кухня. О, забыл это слово. Кухня здесь у меня будет. Ну а здесь типа гостиная. И, конечно же, роскошная огроменная прихожка. Чтобы здесь можно было спокойно ходить, не толкаться. Ну, короче, все будет лухари. Да, с полом, конечно, беда. Сейчас мы эту проблему будем с тобой решать. Что будем укладывать? Плитку или панели? Давай мы с тобой везде сделаем ковровое покрытие. Я просто обожаю ковры. Особенно по ним ходить босами и ногами. Это так кайфово. Ковры у нас начинаются вот от седова. Идут вот так вот. Заходят в гостиную. Также у нас будет спальник, ковровое покрытие. Ну, вот это вот место ты понимаешь, для чего я такое оставил. Давай даже поменьше его сделаем. Это прихожка. Если у нас здесь будет ковер, его просто очень быстро учухают. Ну, когда с улицы будут заходить, грязь заносить. И ковер будет постоянно грязный. Так что здесь пусть у нас будет плиточка. Но плиточка будет у нас другого цвета. Вот такая вот плиточка. Хотя белая, по-моему, смотрелась лучше, да? Давай я верну, короче, белую обратно. Ну да, вот такая вот белая смотрится намного круче. И постелим сюда вот такой вот замечательный коврик. Велком. Надо развернуть. Гости же будут заходить вот так вот. Чтобы они читали всё. Во! Ну и тут можно даже немножечко вот так вот сделать. Вот так вот. Да, вот так будет намного лучше. Во! На кухне мы, значит, тоже раскидаем белую плиточку на полу. Такую же, как при входе. Вот такая вот. Пойдём заценишь мою крутую кухню. Наконец-то я её доделал. Кстати, ты посмотри, стенки-то я покрасил нормально. Даже не видно кипса. Вот это мне нравится. Огромная просто столешница. Эээ, здесь консервы у меня. Это, по-моему, солёные огурцы. Здесь у меня борщик консервированный. Это чё у меня? А, это орехи, водичка, электроплита. В прошлый раз ты чё-то возмущался насчёт газовой. Вот я поставил электроплиту. Здесь у меня чё-нибудь есть. Макарончики с томатами. Может, спагитос замучу вечерком. Здесь у меня... Ну, в общем, моешь посуду и сюда вот складируешь всю умытую посуду. У тебя наверняка дома так же. Вот, закрываем это всё. Ну, здесь холодильник. И здесь шкафчики, малавчики. Люстра! Про люстру забыл. Так, какую люстру мы сюда с тобой забубь ехаем? Давай вот такую. Тройную. Посмотрим, как она будет. Смотреть. Вот так. Главное, башкой теперь не шибить третий люстры. Выключатель вот сюда вот прилепим. Включаем. О! Кошерно! Вообще просто роскошно. Мне нравится. Единственное, конечно, проходик такой бесячий. Да, вот здесь вот получился. Ну, ладно. Переходим в гостиной. Ну, вот, собственно, и гостиная. Вот такая вот она у меня получилась. Огроменный диван на три пердули. Садимся. Включаем телевизор. Здесь у меня дивидии. Вот такие вот чумовые колоночки. Причем обе левые. Я не знаю, почему левые, почему не сделали правую. Ну, короче, пришлось поставить обе левых. Вот. Также, если вдруг будет жарко, я включаю вентилятор. Надо бы сюда занавесочки намутить, да? А в топку занавески давай замутим шторы. Лампа у меня вот такая тут висит. Простецкая. Решил не мудрить. А в коридоре повесил такую вот музейную. Классную. Если я сейчас здесь отключу свет. Ну-ка. Не понял. У меня что, с кухней весь свет регулируется? Что за бардак? Копять. Один выключатель на всю квартиру. Беспорядок? Ну ладно. Прикольно зато. Пусть будет. Идем в нашу сауну. Здесь предстоит много работы. Ну что, ну что, ну что, ну что, сауна наконец-то готова. Я всю жизнь мечтал о своей сауне, своей квартире или доме. И наконец-то мечта сбылась. Пойдем, я тебе покажу ее. Заходим, значит. Лампочки я все поменял, потому что здесь нужен немножечко такой приглушенный свет, чтобы человек отдыхал. Включаем свет. Он вот такой вот у меня тут. Это у меня регулятор температуры, чтобы наблюдать, сколько температуры сейчас в сауне. Это, соответственно, сама печь, черпачок, чтобы водички сюда подливать, пару поддавать, полотенчики, три штучки. Это подголовник, если ты захочешь тут разложиться вот так вот и отдохнуть. Подголовника два, да, два. В общем, вот такая вот интересная и классная сауна у меня теперь есть. Так что, если что, заходи, попаримся. Ванная комната готова, пойдем заценим. Заходим. Как я говорил, она у нас получилась 11 квадратных метров. Это очень много. Обычно 11 квадратных метров это кухня. А это у нас ванная комната. Сюда вместилась ванная, туалет, стиралка, душ, полотенцесушитель. Ну и, конечно же, вот это моя прелесть. Раковина и зеркало. Просто чума. В общем, вот такая вот ванная комната. Конечно же, надо жалюзи сюда повешать. Вот так-то получится. Подоглядывать теперь никто не будет. Ну что, идем в последнюю. Не понял. Плитку здесь не уложил. Бардак. Бежим в последнюю комнату. Это у нас спальня. О, да. Место, где мы будем расслабляться и спать. Ну все, квартирка готова. Сейчас тебе покажу мою спальню. Я, кстати, совсем забыл. Кухня есть, а стола-то нету со стульями, где кушать. В общем, я стол поставил вот сюда со стульями. На кухне такой приготовил что-нибудь. Вот так выходишь. Сюда все кладешь, садишься. Ну и хомячишь. Покушал. Посидел, попердел, телек посмотрел. Обдул тебе вентилятором фейс твой. Пошел на кухню, свет вот так вот выключил. И пошел, значит... А, надо умыться. Умыться. Включил ванной свет. Умылся. Посмотрел на себя, на свой кривой фейс. Закрыл дверцы. И пошел, значит, спать. И заходишь в свою спальню. И тут у нас вот маленький столик для работы. Здесь будет у меня ноутбук стоять. Надо будет его с сарая своего забрать. Огромная, просто огромнейшая кровать. Вот такая вот люстра. Сейчас я включу. Обожаю эту люстру. Она просто так кайфово светит. Шкафчик, конечно же. Теперь у меня не будут хорониться носки, трусы, кофты и джинсы на полу. Теперь все будет сложено у меня в шкафу. Вот. Ну и, конечно же, маленькую тумбочку. Здесь хочу еще поставить небольшой такой будильничек. Ну и лампочка, чтобы, если что, ночью включить. Типа ночника, в общем. Да. Жалюзи сюда тоже повешу. А может быть и не жалюзи, а шторы. Шторы. Да, шторы сюда сделаю. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Замутим с тобой шторы. Первая пошла. Вторая. Ну, собственно, вот шторки установлены. Теперь мы их можем закрывать, если будет меня мучить сосед или солнце. Ну что. Вот такая вот интересная квартирка у меня получилась для моего проживания. Кухню я, может быть, закрою. Поставлю вот здесь вот еще одну стеночку. Поставлю двери. Потому что, ну, как-то тут не айс это все дело смотрится. Или так оставить. В общем, напиши в комментариях, что ты об этом думаешь. Ну, а на этом все. Мой роскошный дом готов. Заходи в гости. Потусим. Единственное, меня напрягает гипс. С внешней стороны. Его не закрасить, его не заклеить. Ну, ладно. Значит, будет так. Если понравилось, то с тебя лайкос, а также комментос и подписочкой. Если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Это был Флиппер Хаус. В простонародье чинильщик. Заключительная серия. Тебе удачки. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok